16 августа 1912 года. Утро. Наша машина благовестническая. Развозим книги. Андрей Инатихович. Ураган. Перестань. Перестань. Зачем ладить? Это хозяин твой. Какое место? Ну что такое? Ну как? Дашь на место. Пошел. Вот видите какой костер. Это я выкапываю. Ну длиной около метра траншейку. Сантиметров 25-30 шириной. Ну и 20 глубиной. Все. На нем решетка. Вот такая под ней. Под решеткой приваренные арматуринки такие. Палец плащиной. Вот они. Чтобы не провалилась решетка. А длина решетки у нас чайник на 5 литров и кастрюлька на 5 литров. Ну и по ширине она так получается. Это из холодильника там брошенного вытащили. Брать ее повернули. Заварили. Приварили вот эти арматурки. Сучки сначала брали топливо с собой. Но ни разу не воспользовались. Не стали брать. Ну дрова. Везде хватает сучков. Вчера надо уже к вечеру готовиться. А готовиться уже солнце прям почти горизонта касается. Чтобы нас сильно-то никто не видел. Работники на полях уже в это время возвращаются. Кто косит, все уходят. И нам важно, чтобы это был не хвойный лес. Это была лесополоса. И бывает с заворотом каким-то. Мы ищем где сход. В одном месте сошли влево. А там поперек поля дорога идет. Мы сразу развернули назад. Потому что дальше низинка идет. Это не надо. Стоянка должна быть на высоте. Чтобы обдувало. И вот нашли такая куртинка. Вот оно видно где. Вот видишь какой большой вот этот. Отпилили сегодня. Она длиной туда была метр шесть. Вот этот сук. Чтобы не мешал. Но на ночь он был там. Тут еще вот здесь вот сучки отпилили. А они прямо на дорогу свисали. Мы дорогу освободили. И с той стороны тоже приставили. Машину совсем не видать. А здесь просто убрали сухие сучки. Вот здесь палатка была. Рядом костерок. Вот он где. Это у нас мешок сухарей с собой. Вот сегодня помидоры взял. Помидоры у нас. Мы едим так обычно. Помидоры. Мелко нарезанный лук. С собой раздаточная доска. Вот она написана хлеб. Помидоры. Лук репчатый. Это второй компонент. Третья. Соль. И растительное масло. Все. Никаких огурцов. Ничего не надо. И в кашу везде. Когда ешь, прихлебываешь. Здесь и здесь. Но сегодня уже 16 августа. Это третий день Успенского поста. Поэтому растительное масло у нас исключено. Вот арбуз. Мы нигде не покупаем. Мы опасаемся его. Поэтому у нас арбузы. Это Надежда Васильевна, жена моя. Она дала нам еще кто-то приносил арбуза. Я сегодня и вывел для себя. У кого есть желание узнать, в какой стадии простатит. Хорошо наешься с арбуза на ночь, как я. И раз в пять проснешься, помолишься. Это уже, я просто могу сказать точно. Эти лежали, наверное, ни разу не вылазили. Молодые. Это Андрей брат. Племянник мой. А это брат Сергий. По паспорту Сергея. По стартовному Сергею. У него сегодня особый день. Исполнился ему 42 года. А тебе сколько? 39. 39. Помоложе. Мне 74 год. Вот мы объезжаем сейчас Кемеровскую область. В каждой библиотеке дарим книги. Многое засняли на Велике. Это просто надо видеть. Вот были мы в Новокузнецке. Ленинск-Кузнецке сейчас последнее. Мы сейчас пробираемся. Там такой, как аппендикс. Два района. Как название? Промышленный еще какой-то. Потом опять этой же дорогой. Надо возвращаться опять туда. А когда идет по порядку, как вчера, целое гнездо больших сел. То это очень удобно, здорово. Но сегодня мы не знаем, как будет. Желаем этой неделе закончить все. У нас тут неприятность была. Неприятность такая, что когда стали выезжать, у нас Андрей Устинов, он первый раз едет за шофера там. И машина вдруг стала дергаться. Переключает скорость, она дергается. И какой-то шум. Я говорю, что это так, она дергается? Ну что-то там вроде расклюпалось на передаточный, я не знаю, кардан. Доехали мы до Томска с Барнаула. Ну вроде бы доехали. Стали советоваться, все советуют. Поехали в сервис узнать. Беда. Это надо менять. Эта деталь меняется узлом. Нужно 60 тысяч отдать. 60 тысяч. Мы 60 рублей это найти не можем. Нам отечественная машина, она как танк жрет горючая. Только успеваем заправлять, а по тысяче, по тысяче в месяц. Вот. Ну, Господь благословил нас. Советники нашлись, посоветовали вернуться к тому сервису, где машина куплена в Барнаул. Ну мы 526 километров в понедельник отмотали, в сервис приехали. Там, где нас обманывали, машину нашу испортили. Разбойничий сервис, нужно сказать. Я им это все высказал. И тут точно так же они вначале. Это надо то, другое. Это дня три, знаю, когда я сказал, у нас минуты дорогие, а не три дня. Я говорю, вы же смеетесь над нами, знаете, что я не соглашусь. А теперь отказался я. И поэтому таким образом надувайте народ. И можно вам ничего не делать. Он засмеялся там, инженер один. Ну ладно. Да нет, это так, это новая машина куплена. Так, так, 25 тысяч еще не проездила и харчится всех там. Ну ничего не сделали, совершенно ничего. Стали откручивать что-то там. Я говорю, прикрутите все на место. И мы смотались оттуда. Снова вернулись. Так как мы брали с собой 20 комплектов книг, один комплект, это 38 моих книг, 31 килограмм. Ну умножай на 20. Уже 620. Ну и там Евангелие, коробки Евангелия от Иоанна с спасанием кремленам. Коробки Новых Заветов с Псалтырию. Нынче мы всем запаслись приизобильно. И большие коробки наших пригласительных. Тоже как на картонке. В типографии. На 16 тысяч рублей нам это обошлось. Все оставили в Томске. А теперь, чтобы зря не ехать из Барнаула, мы снова загрузились. Сестры помогли, пришли. Раскладка. Это занимает 3, видимо, с лишних часа. Это большая работа такая. Все пачки распечатывать. По одной книге набирать. В ящик не умещается. В два ящика. Но сложили все. Ну, пригласительные забыли. Там Евангелие у нас там есть. И решили через Кемерово ехать уже. Чтобы в Кемеровской области мы это теперь здесь распространяем. В пятницу, если Господь благословит, мы сидеть. Мы возвращаемся в Томск. Вчера заказали, чтобы баня была попариться. Потому что мы сидим как в железной коробушке. Целый день тут потеешь. Да и насекомых хватает. Она вчера остановилась. Тут комары. Там сразу же ответ дали, что все будет готово. Но в Томске мы уже были, успели. В областной библиотеке книги есть. Практически там священник. И теперь часто заезжаем в храмы. И в храмы дарим тоже полный комплект. Каждый комплект стоит 12 тысяч рублей. А как только заехали в Новосибирскую область, Кемеровскую, отношение абсолютно другое. Тамошний епископ, вот эта травля, их злоба, она помутила сознание священников. Они трусливые все, боятся потерять свое место. И как один почти. Ну, редко-редко, который нормально. Он не считал ничего, не знает. А против, Лапкин все намертво отвергает. А здесь обнимают священники. Даже не выскажешь, какое отношение. Мало того, идут скорее в храм, облачения надевают. Мы тебя встречаем, слышали, как митрополита там зажигает свечи, фотографируется. Это надо просто видеть. Мы кое-что сняли. Притом, это не в одном месте. Значит, отношения от руководителя много, значит. Но мне близкий знакомый священник, знакомый, брат родной, он 33 года уже в сане протоиерея. Он говорит, но если здесь архиерей завтра что-то не залюбит тебя и скажет против, ату его. Все до одного, которые сегодня тебя обнимают, по самым митрополитам встречают, завтра будут тебя встречать, как самого последнего негодяя, предателя, изменника, врага народа. Экстремиста и шовиниста. Ну, я в этом уверен. Вот это беда русского народа. Трусость и корысть. Корысть и трусость, как Краснов Левитин говорил. Это трижды больна церковь православная этой. Хотя все государство этим больно. Но трижды больна моя родная православная церковь. А что сделать? Ничего. Плакать, молиться, готовиться к смерти. Вот я сейчас попросил Сергея немного снять. Тут палатка сегодня. Но я встаю пораньше. Зажег тут. Ну, палатка вот, я руки протянул только. И тут стучки-то внутри загорелись. А весь жар-то здесь остается. И она горит, и горит, и горит. Небольшим количеством. А тут я много стухих стучков наложил. У нас с собой ножовка все напилил. Как оно вспыхнуло выше головы-то. Ну, брат Андрея попросил. Я говорю, ты сядь здесь картошку чистить-то. Моя задача зажечь, воды налить. Дальше картошку помогаю чистить. А дальше Сергей, он Сергей на крупы, соль. У нас распределенные обязанности. А палатка-то вот. Ну, думаю, вспыхнуло выше головы. Я перепугался. Прибежала. Ну, слава богу. Андрей палатку завернул. Они спят на этой армейской 2х2 размером палатке. Приподнял ее и прикрыл маленько. Мы с Сергеем говорим, ты позже всех поднимаешься, как бы встаешь. Торопись, иначе живем сгоришь. У нас шутки плохи. Мы уже маленько тут натренировались. Когда бываем, где все это бегом, при заправке бегом. Он подбегает, дверку открывает, машина уже тронулась. И поэтому мы вчера, кажется, рекорд был. 8, наверное, мест посетили. 8 мест. Да еще и в церкви подарили. Нам нужно до недели, а сегодня уже четверг. Мы два дня потеряли, если Бог благословит, успеть полностью опростаться и вернуться в Томск за новым грузом. И там дальше, это у нас Кемеровская область, она была еще раньше. Половина захвачена. Основные города Прокопьевск, Киселевск, Междуреченск были обойдены все. Везде принимают хорошо. Но бывает настороженность со стороны директора, если она опоздает. Ну, это незначительно. И когда спрашивают, как принимают, я отвечаю, принимают по-разному, провожают одинаково все. Не было случая, что провожали нас с гневом и подозрением. Выходят, провожают. Мало того, целуют, обнимают и благословляют крестик. На улице сфотографируемся. Это почти везде одинаково. Бывают настороженные, такие маленькие библиотеки. Ну, они зависимые. Работы нет. Она на работе и думает, так поступить. Не так. Тут мы были в одном селе Бурла. Ну, обычно мы обращаемся к милиции. Куда поехать? Ну, я всегда к полиции обращаюсь. Они мне зла никакого не делали. И как-то, думаю, они все знают. И правда так и было. Но тут получилось не так. Они давай спрашивать, кто такие. Ну, согласно их инструкции, они поступили правильно. Они стали проверять. Мы документы себе, паспорта отдали. Ну, и по-хорошему уже у нас проводили. Но, оказывается, они сообщили в уголовный розыск. И когда в библиотеку пришли, туда пришел и майор уголовного розыска. И опять по новой начали все. Ну, ему книги уже разложены были. Документы показали. Видно, что он еще не знаком. Я ему диктую, где еще там, где благословение. А библиотекарь сидит, бедная, сжалась. Ну, село обыкновенное. Работы нет. Ее вдруг отсюда уберут. Она никуда не сюда. Она не знает как. Если он улыбнется, значит, она улыбнется. Он что-то нахмурился, гляжуя. Она нахмурилась. Она синхронно с ним работает. Ну, вот он, когда уже все это закончил, увидел, что мы православные. Да мы же, мы такие же КГБшники. Ну, то есть я понимаю, как бы, родные наши, близкие. Я подумал, ужас какой. Они нас считают за своих. Это, конечно, работа давнейшая. Это сергианство. Вот это вот предательство. Я думаю, нам придется моря крови харкать. За все это придется платить. Я-то ни с ними никакого дела не имею, но так как я все же никуда не денусь. Я православный, об этом и говорю. А они-то это не понимают, что в православии-то в самом неблагополучии, как патриарх Кирилл, проехав в Восток, сказал, состояние церкви духовной развалины. Я говорю, развалины это он видел. Ему показали не худше. А где мы были, там пепелище Освенцима. И вот уголовный розыск вышел, фотографируется, улыбается. А у меня скорбь такая. Рано или поздно нам это отольется. Потому что баптисты, адвентисты, свидетели Иеговы, законопослушные граждане, они для президента все как родные должны быть дети. Почему выделяют православие? Да, государство образующее. Да, могут земли больше выделить, там храмы. Но само нравственное отношение, не зная содержания книг, и только по одному слову, что я православный, они уже благоволят ко мне, они меня обнимают. Это горе. Это не теократическое государство, не Греция. И это я для себя закрепил, и священникам теперь говорю. Эту льготу, которую дает государство, мы трижды десять раз изблюем. А она где-то, эта расплата очень близка. Да, конечно, мне приятно, что меня чествуют эти уголовники, отпустились миром, я свое дело делаю. Но подкладка здесь нечистая. Государство не теократическое. Оно должно одинаково относиться. Одинаково. Я даже наменял брошюрок хороших, баптистские. Ну, свои книги я обменял, им толкование дал блаженного феофилакта. А такое, краткое библейское, для детей, ну и десять заповедей. Я все время делаю оговорки, это не православные, потому что там, ну, видно. Но они хорошие. Я в баптистах от других говорю, говорю, это люди хорошие, не пьют, не курят. Адвентисты, возьми, как они чтут субботу, свидетели Иеговы. С чем они виноваты? У них понятие такое. Да, для нас еретик. Но для государства он гражданин. Почему его преследуют? Это несправедливо, это нечестно, это не по-божески. Если сейчас вот здесь будут стоять православные, вот здесь вот, а это адвентисты, яговисты, яговисты будут стоптать, вырывать Евангелие у них, казаки или кто-то, я брошусь среди адвентистов, яговистов и пострадаю вместе с ними. Я на стороне страдающих. Ну, тут-то этого нету, никто не бьет, адвентистов и яговистов нет, но я слово каждый раз стараюсь замолвить. Справедливость превыше всего, потому что справедливость исходит из сердца, из совести. А совесть, Златоуст говорит, первичнее Евангелие. Когда Евангелия еще не было, Бог действовал через совесть Духом Святым. Да разве это по совести? Люди, которые работают, не пьют, строят, все так же, как все люди работают, да работают хорошо, не воруют. Ведь православных-то возьми сто православных и сто яговистов там, свидетели Иеговы называют они себя, адвентистов. Да сравнивать не надо, у них ни один не пьет, не разбодится, много ребятишек. Да лучших граждан в стране желать нельзя, если, конечно, не брать во внимание там, ну, Царство Небесное и прочее. Для нас еретики, потому что не признают Святую Троицу. Тут сложнее вопрос-то. Но я не об ересе сейчас говорю, а о справедливости. Вот мы вначале здесь, они рядом, а здесь будут, и у нас вообще. Я, если бы это я был, значит, никак. Так, да пожалуйста, свобода, свобода разданная. Такой свободы, как у нас в государстве, никогда не было ни в России, может быть, нигде. Мы восползились по полной программе. Вот сейчас готовимся, уже готовимся, может быть, за Москву, на центр России. Там это все основные города пройти. Книги находятся в центральной библиотеке Ленина, парламентской библиотеке, исторической библиотеке Москвы. Наши книги везде. Они не экстремистские, тут проверять не надо. Они православные, но они написаны без пригляда, в глаза, нравится, не нравится. Там написано в пророческом духе. По три тысячи примерно мест из библии в каждой книге, а это 38 книг. Я подсчитал там, ну, по компьютеру, а получается, чуть ли не три раза выдержки из библии покрывает расстояние, это объем библии самой, полной библии, там в два, кажется, с чем-то раза. Вот, начав с этого нашего положения, где сегодня были так удобно, вот такой шатер над нами, так, говорю я о том, что есть. Многие спрашивают, как вы относитесь там к Путину, другое. Как я отношусь? Я его не вижу. Вот если бы мы с ним встретились, вот сейчас, сегодня, он бы так меня спросил, а какое у вас желание? Ну, давайте, я президент, я могу по дружбе с вами, Игнатий Тихонович, выполнить ваши желания. Я бы сказал, бесплатную рекламу дайте нашему сайту и форуму, больше ничего мне не надо. Ну, и второе, я сказал, ну, деньгами-то, ну, бедно же живете, это вот на меня сапоги, вот они, старые, с заплатами, у меня больше ничего нет. Я бы сказал Игорю Барабашу в нашей деревне, помоги достать хороший комбайн. Я без слез не могу смотреть, когда он выезжает на поле, а у него там 180, что ли, гектаров. Он едет, как будто бы едет на старом холодильнике или с духовкой слепленной. Ужасно, все, ну, все трещит, падает, там какие-то палочки, все это сделано. Он не может выбраться из этого, да, он живет за счет скотина, там у него коровы, доют, но у него и земля есть, обрабатывают. Мне еще дорого, что он мне, я не бескорыстно это говорю, я корыстный человек, он мне дает отходы для голубей. У меня три голубятни, и он добрый человек, добрый, во всех отношениях добрый христианин и староста деревни. Но не купить ему никогда комбайн. Вчера едем, тут 4 или 5 комбайнов современные, зарубежные, там какие идут, молотят. Вот, эх, один бы нашему Игорьку-то дать. Я говорю, если бы я разбогател, то первое, что бы я сделал, это Игорю купил комбайн. Вот остальное. Ладно, Сережа, садись, доедать надо, нам уже ехать пора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова